Нет, нет. Ну вот такой вот. Вот, посмотрите какой. Я знаю, что... Поэтому я хозяин, я поэтому решил жертвусь каждую библиотеку привезти. Библиотека получила ваше предложение в настоящее время. Одинаково, теперь они получились. Ну понятно, мы бы вам то же самое послали. Поэтому я, как хозяин, я вот оставил сейчас, какие у нас будут потом кто-то распространять. Мы библиотеку иногда ставим выше администрации. Без научения человеческая масса вообще неуправляемая. Вот я начальник детского лагеря, это все в книгах. 40 лет, без помощи государства, тысячи детей, ни одной копейки не давали. Вопрос уже решен. Мы строим с нуля православное поселение. Это 17 тысяч сел разрушено, и мы первые получили землю. Нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Это одна мечта только сегодня. Это я вам оставлю. Да, большое вам спасибо. Так, я вот здесь вот распишусь, а вы что-то мне здесь поставите? Хорошо. Только вот здесь вот подробнее напишите название. У нас, понимаете, теперь новое название библиотеки. Но я вам напишу старое. Напишите, да. Какое здесь? Да. А куда можно выложить-то поставить? Давайте вот... Да вот прямо вот сюда. Давайте, выкладывайте. Давай, зайдем. Так, последние книги, перелизованные, 4 книги. Постан, да, Путину Медведеву показали в их библиотеке. Книги очень высоко ценятся. Патриарх и Вилуч. Так, я покажу в этом библиотеке. Вы пока пишите, я время отрываю, буду отрывать. Посмотрите, благословение двух епископов. Московской патриархии. Вот он и где. Да. Вот этот новый заряд с полным полкованием. Впервые за тысячи лет такой появился. Это вам сам Господь послал. Просто, знаете, мы уже руки опустили. Вот, теперь включает свой, расписать и печатки какую-нибудь поставить. А в самый раз стоит полно. Посмотрите, вот это вот, кто, покажу. Это мои беседы с Александром Мениным, убитым священником. Их нигде в мире нет. Это мои личные с ним беседы. Мы у нас были, а я считаю, что... Александром Мениным. Но все это, с каждого малыша написал, они в аудио стоят на моем сайте. Я дал, вот она. Вот, пожалуйста. Это с Александром Мениным беседы. Так, сегодня у нас 20-е. Да. 20-е. Да, 20-е. Посчитайте сразу их. 38 дней. Это еще 10-10, 12-й. 12-й. Так, ну сейчас я вам печать поставлю. Ну, пожалуйста. Вам печать? Печать, это моя. Вот это вам остается. А, да. Это потом заполните себе. Никто не имеет права претендовать на эти книги. Вот здесь какую-нибудь. Хоть любую там поставить. Сейчас я скажу на абонемент. Пожалуйста. И поставлю вам печать. Че? Че? Неправильно посчитала. Так. Почитайте еще раз. Посчитайте. Высейте. Высейте. Че? 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 Потеряне, может, я сомножку пошел. Так. Алексей Потеряне, я сомножку пошел. Че чуть попозже. Дороги. Сейчас не дают. Кто на дачу влезет на ручку. Так. Потеря на ручку все. Чтоб не уехали ни на дачу, никуда. Так, мы сегодня-сегодня-то еще. Вот с этого, это первая книга. Это как бы ортопед отечественное. Мы сюда построим деревню. Как у меня вузах. Я полизапричен был, в пехетюрьме сидел. Все здесь, фотографии. Мы стоим с мэром. Она считает, Игнатьев Иванович. Книги считает. А все, 38. 38. Патриарх, у меня рядом. Так что это. Ну, он показал, какие центральные библиотеки. Сторон, ничего не было. Потому что правильно не родились. Не надо. Находимся в городе Междюреченск. Приехали в библиотеку. Ну, уже поздно. Но, однако, Господь по милости дал нам человека. Библиотекаря нашли сразу. Вот она приняла книги. Слава Христу. Вот наша машина. Благовесическая. Газель. Так, может быть, прошел бы сам на вилку. Да, я принесу вам. Да, у нас здесь недалеко. Мы вам нальем. Боже мой, как же вы были приехали. Мы сегодня съездили в Боревск на Святой Источник. Я приехала мертвая. Так тяжело. В машине же. Голос мало выехали. А мы каждый день на чем-то полосах, от города к городу. Вообще ужас. Вот иногда спрашивают, такие книги издать. Это понятно. Любую библиотеку украсим. Где же кто спонсирует? Вот, три строчки, прочитайте. Ага. Это люди, которые узнают, что это за книги. Хорошо. Ладно. Я сейчас еще кое-что успею показать немножко. Но особенно об этой книге, которую где-то убрали, наверное, за шестой книг, чтобы ее не увели. Уже увели. Нет, мы уже поедем сейчас. У нас еще ехать сколько там, километров сто, где нас могут ожидать сегодня. Как назвать этот метр сорок полка? Можно назвать вот так. Во свете Библии одно название. А второе, видите, открытым оком, у меня как я строчкой, нас сильно заворачиваю. Ну, это можно будет даже выставку сделать. Конечно. Тем более, если знаете, в интернет, там сотни страниц про нас. То, что мы делаем, снятые фильмы. Один занял первое место в России. Второй фильм главный приз на международном киноконкурсе. Нас назвали «Искорка возрождающейся России». Это считается такой патриотизм. Вот занимаемся детьми, где мы не разбираем, там, какой нации ребенок. Это вот все вопросы? Это вопросы, которые мне задавали в разных университетах. По радио. Я три радиопрограммы долго вел. Здесь, в Америке был. И я отвечаю согласно Слову Божию. Это очень полный материал. А вы в нашу церковь не ездили? Мы сейчас едем в церковь. У меня брат патриарей. У нас? Нет. Она говорит, в нашу церковь ездили, нет. Здесь, мы только заскочили в город и уходим. Нет. Мы остаемся в осинниках сейчас. Сейчас показать где-то. Это я глухонимым рассказываю. Видите, как одеты. Сейчас в храме. Сейчас еще минутку. Это не видно. Это наши люди. Одеяние какое. Так, сейчас еще минуту. Так у вас целое поселение? Да. С нуля начали. Вот это мой брат. Вот он. Отец Иоанн Суворов из Тулы. Это патриархийная. Это юноша, который сейчас заходил. Это вот он. У него как раз день свадьбы был. Он сидит здесь. Это его теща. Видите, намелованные бумаги все снимки. Какие они. Бумага все это. Все книги сшиты. Склеены ни одной нету. Это мой брат. Это крещение как идет. Крещение, ага. Видите, вот. Православных все формы. У сектантов у них ничего нет. Тут легко определять. Ой, ой, ой. Мы тоже сегодня в купель ходили. Окунулись. Ой, плюс 4 градуса вода. Я думала, умру. Нет ничего. Так, еще. Ну ладно. Тон такой. Я хотела крестного православного. Это интересный. Это интересный. Я про ней, конечно. Видите, как книги изданы. Ну, это показано тут. Просто для детей. Разные интересные снимки. Книги изданы вот где. Горноалтайские. Да, в Барнауле они не могут так делать. Подождите. А как же вы все это можете на свои деньги издавать? Так я же сейчас только показывал. Ведь это очень дорого. Вы же видели, какие. У меня минимальная перец. У меня ничего нет. Вот мы пересдали вот этот Новый Завет. Вот трехтомник. Он завалил за миллион сразу. Идут навстречу. Люди, которые... Это нет таких книг в интернете. Это люди, которые считают эти книги. Даже преступники. Они встают на новый путь. Эти книги преображают человека. Это не просто книги. Это все животрепещено сегодняшний день. Я практик. Вот взяли деревню. Обработали землю. Построили храм. Школы. Все за свои сами. Мы работаем, мы работаем, мы работаем. И сейчас по всей стране. Вот проехали от Бакаял до Москвы. Видите, какие справки эти? Да. Это моя Родина, мои люди. Другого не будет. И мы понимаем, в какой грозной опасности стоит страна. Патриарх Кирилл сказал. Духовное состояние церкви, теория, духовные развалины. Сектанты все захватили. Весь там все эти ливовы идут. И как они растерзали, Россия уже все. Я бы запретила правительством просто указом. Запретить. Дурмай вас, гудем, головы. Так. Да благословь, Господь. Мы просим ваших молитв поехать, чтобы доехать сегодня. И вам, Господь, в помощь. Вы когда будете читать, особенно вот эта первая книга, где я остаюсь с микрофоном, она как бы начатышная. Вы 200 страниц не отойдетесь. Это как я в вузах был, в тюрьмах, за слово Божие. Там все, как суд шел, все публикуется от строчки до строчки. Ну, большое вам спасибо. И не вас Господь. И вас. Открыл Господь. Ну, вы видите, какие книги, я говорю, даже поставки. Да очень. Вам не говорите. А бумага, это сказка. Вообще. Это сказка бумага. Когда я издавал 8 лет, я за компьютером провел больше 30 тысяч часов. Я сам здесь встал и сам набирал. А мне 74-й год. Вот поэтому вам Бог и помогает. Да. У вас благие намерения. Люди говорят, вот то, другое потеряли. Я говорю, теряем это мы просто потому, что не умеем пользоваться. Я на службу в армии, выучил английский, немецкий, французский язык. Боже мой. И выступал перед людьми на тех языках. Это Бог дает. Тут вот мои 3467 моих стихотворений. Игла, Игнатия Латкина. Здесь же они. Вот, вот эта вот книга как бы началась. А, вот эта началась, да? Да, она все началась с рождения. И дальше идет, как в вузах был, как что было. Дальше все документы, срез истории. В тюрьме и на свободе. Ну, короче, здесь все о вас. Да. Во мне, как строим деревню, лагерь. Именно, что писали газеты, центральная, за рубежом. Это не то, что я бы сказал о себе. Ну и, конечно, вот как шел суд. Я захожу иногда, говорят, ну, служенисты. Моя биография в него похожа. Вот в чем дело. Биография. Я брал и издал Архитиллах ГУЛАГ на 10 лет раньше, нового времени. Недавно опровержение было. Новое время, издал 30 лет. А я издал, говорит, православный проповедник, издал на 10 лет раньше. И распространил пленки по всей стране. И брал интервью репрессированный. Ой, ну большое вам спасибо. Проднёс Господь. Действительно, Господь вам и помогает. Счастливый вам дорогой. Мы так рады, что вы нашли с тобой. Да что вы, я здесь живу. Мы-то не знаем это. Мы стучим во все окна, барабаним. Люди, ну откройте. Ну давайте подпишем, чтобы отдали вы. Нет, нет, большое вам спасибо. Мы будем молиться о вас. Я Игнатий Тихничев, отец о Володе. Спасибо вам. Мы едем, у нас собака, видите, с тобой охраняем. Да, вам надо. У нас товар мы были в прошлом, позапрошлом. Мы намерён 100 тысяч подали мне. А я где-то, знаете, старые, арбанные, починивые стопоги. У меня ничего нет. Но вы-то серебряные. Я для этого живу. Вот, это ваша жизнь. Понимаете, когда я узнал, что нужно платить 50-60 доходов, это ровно 50 лет. Я принял, что буду принять. Я был под людей не сидел. И подлинно, ну, в всех работах работал. Со 100 рублей 90 жертв поболела Бога. И вся моя жизнь так прошла. Я так доволен, что Бог позволил мне вот так заканчивать эту жизнь. И вы-то всё там найдёте, особенно в интернет, если зайдёте. Ну не иначе, как вы попадёте в рай. За все ваши благие дела. И мы все должны там быть. Будем надеемся. Нам Бог дал встречу для того, чтобы мы друг друга поддержали, что Христос умер за нас. Он любит нас и зовёт нас. Хорошо. Большое вам спасибо. Счастливой вам даром. Спасибо, Христос. Так, поехали. Будьте вы.